МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. В эти часы в Барнауле проходит суд над крупным преступным авторитетом Ткачом Наганьским. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Андрей Ткаченко является так называемым вором в законе. По версии следствия, он создал организованное преступное сообщество, которое действовало с 2015 года. Им Ткач руководил из Москвы, опираясь на своих помощников, которые находились в крупных городах региона. Известно, что члены группировки Ткаченко вымогали у алтайских предпринимателей несуществующие долги. Забирали у них машины и другое имущество. Участников ОПГ задержали в 2017 году, позже арестовали и самого Ткаченко. В тот день он участвовал в сходке представителей криминалитета, где решался вопрос о закреплении сфер влияния в Алтайском крае. Подозреваемому, который занимал высшее положение в преступной иерархии, предъявили обвинение в создании организованного преступного сообщества и этапировали его в Барнаул. Уголовное дело по нему насчитывает несколько эпизодов вымогательств, мошенничеств, краш и угонов. Добавим, Ткаченко вины не признает, а вердикте суда расскажем в ближайшем выпуске. Темпы уборочной кампании в Алтайском крае превышают уровень прошлого года. По данным Министерства сельского хозяйства края, 73% от всех сельскохозяйственных площадей уже освоены. Обмолочено более 2 миллионов зерновых и зернобобовых культур. Высокому темпу уборки способствовала сухая и солнечная погода в сентябре. По оперативным данным, воловой сбор зерна сейчас составляет 3 миллиона 677 тысяч тонн. Между тем, уборка урожая продолжается на столовремя технических культур. Барнаульский режиссер Сергей Бажин стал лауреатом престижного международного киноконкурса «Я люблю мир». Его работы, снятые в жанре рекламного промо-кино, получили первые премии в номинациях прославляющих человека труда. Кинофестиваль «Я люблю мир» — это международный смотр документальных короткометражных фильмов и социальных видеороликов. Он проходит в рамках пятого по счету форума мира при содействии правительства России. Из более чем 300 фильмов жюри в составе известных российских и иностранных экспертов выбрало 16 картин. Из них сразу две авторства Сергея Бажина. Одна рассказывает о буднях центра ортопедии и эндопротезирования в Барнауле, вторая — о работе одного из крупнейших производственных предприятий «Края». Сергей уверен, сегодня, когда зритель пресыщен простой рекламой, ее следует создавать так, чтобы она трогала душу. И это делает ее близкой к документальному кино. Всегда вкладываешь какую-то социальную историю, какую-то такую художественную часть. И когда реализуешь эту идею, ты сам начинаешь кайфовать от этого, от того, что ты заложил туда не просто рекламный посыл, а какой-то такой социальный, который может вызвать отклик в душах. Награждение победителей пройдет сегодня в Крыму, в Ливадийском дворце. Среди почетных гостей, такие как продюсер Ален Дебарье, актер Бибина Сири, музыкант Денис Майданов и другие. И, кстати, председателем жюри фестиваля является наш земляк, кинорежиссер Владимир Кузнецов. Сегодня в Краевой библиотеке Минишишкова состоится презентация новой книги барнаульского журналиста и писателя Сергея Теплякова. Автор биографии знаменитых уроженцев Алтайского края Валерия Золотухина, Михаила Евдокимова представят книгу о самом, возможно, знаменитом нашем земляке Василии Шукшине. Книга под названием «Василий Шукшина. Любить надо» издана в текущем году тиражом в одну тысячу экземпляров. Тепляков подчеркивает, несмотря на мировую известность, до сих пор фигура Шукшина удостоилась лишь двух книг. Одна вышла в советское время, другая несколько лет назад. Книга Теплякова третья по счету. По собственному признанию, автор пытался раскрыть секрет таланта Шукшина в первую очередь через произведение самого писателя. «Есть же великая тайна. Откуда взялся Василий Макарович? Вот почему взялся Шукшин? Понимаете, там у нас в Сросках все-таки немало народу жило. И в Алтайском крае миллионы людей, понимаете? А Шукшин один. И я вот хотел понять, как это все получилось, почему, и что пытался нам Василий Макарович рассказать своими рассказами, своими повестями. Услышать много нового о Василии Шукшине, пообщаться с автором биографии, даже приобрести книгу можно сегодня в библиотеке имени Шишкова в 16.00. Взяли старт. Алтай Баскет выиграл первый матч в борьбе за Кубок страны. На родном паркете со счетом 80-74 оказался обыгран Тобольский нефтехимик. Сегодня вечером барнаульцы попытаются набрать ценные очки в матче с гостями из Уфы. Игры Кубка России проходят всю неделю в спортивном комплексе «Победа». На этой стадии выступают шесть команд. Лучше получат путевку в следующий тур. После сегодняшней встречи Алтай Баскет поборется с дублерами из Казани, затем с клубом «Динамо» из Магнитогорска. На субботу назначен матч с Енисеем-2 из Крысноярска. «Гинкаум» способна устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В всей территории края прохладно и дождливо. Не выше семи тепла синоптики обещают в Бийске и Олейске. Десять выше ноля в Славгороде и Тольменке. Одиннадцать в Белокурихе. В Барнауле дождь и до тринадцати выше ноля. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»